Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем читать о PHP скриптах, о PHP сценариях Я все-таки скопировала табличку Additional PHP tags И далее tag и description, tag и описание Но дальше теги это ясно, переводить не будем Едем дальше The special shortcut tags are used to evaluate PHP expressions embedded in HTML These tags are discussed in more depth in chapter 4, the building blocks They are used as follows HTML, this is a line in HTML document and the PHP code here and so on and so forth Okay, to use short tags To use short tags, you may have to change a setting in the PHP initialization file Called php.ini Found in with your server's configuration files When you find the php.ini file, look for short open tag and change the setting to on as follows From the php.ini file Allow the tag, otherwise only PHP and script tags are recognized Using short tags should be avoided when developing applications or libraries that are meant for redistribution or deployment on PHP servers Which are not under your control because short tags may not be supported on the target server For example, for portable redistributable code, be sure not to use short tags Show the open tags on Окей, теперь все это попробуем перевести Итак, значит, это немножечко эхо из предыдущего видео Additional, дополнительные, 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 дополнительные теги PHP Далее тег, далее description, слово это описание 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 тега Дальше спускаемся вниз и переводим весь этот текст Значит, специальные сокращенные теги, такие как вот эти Используются, чтобы, как его лучше сказать, evaluate, даже не знаю, определить Ну вот, напишу, скажу определить Или выделить, о, лучше всего выделить Чтобы выделить код PHP, встроенный в HTML Эти теги обсуждаются более детально в главе 4 и так далее, и так далее И используются следующим образом Значит, что, ну и дальше пример Значит, special shortcut tags Специальные сокращенные теги Ну, special, я думаю, и так ясно, что это специальный Нас интересует shortcut tags Сокращенные теги Сокращенные Сокращенные Теги Далее Evaluate PHP expressions Вот так Значит, evaluate это Выделить Или определить Ну, я не знаю, лучше, наверное, определить Я напишу определить и выделить И так, и так можно выделить Выделить И дальше PHP expressions Можно сказать, что это просто код PHP Можно сказать, что это PHP инструкции Можно сказать, как угодно Короче говоря, код Я напишу код PHP Чтобы не очень сильно озадачиваться Embedded Встроенный 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 в HTML Далее In more depth Более детально Это не в тему, но я напишу Более детально Детально Более глубоко, если дословно Далее They are used as follows Они используются следующим образом Они Используются вот так Используются Вот так И дальше Как именно Вот так Это as follows As follows Вот так Едем дальше Чтобы использовать Сокращенные теги Вам возможно придется Внести изменения В настройки В исходный файл PHP Который называется PHP INI Который находится В конфигурационных В папке конфигурационных файлов На вашем сервере Когда вы найдете Файл PHP INI Найдите Short open tag Вот это вот Вот это место И измените настройки Поставив ON То есть включить Как следует на примере Из Конфигурационного файла Так Что у нас здесь интересного Change a setting Change Change a setting Изменить настройки Изменить Настройку Одну Не всех Одну Initialization File Можно конечно дословно перевести Что это Инициализирующий файл Но мне нравится Исходный 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 Файл Далее Вместе с В папке конфигурационных файлов На вашем сервере Так Что у нас здесь еще интересного Look for Искать Ищите Вот это выражение И изменяете настройку Setting Настройка To Обратите внимание Что change the setting To Изменить настройку На Изменить Изменить Настройку На Здесь опять Интересная ситуация С предлогами На На Включить As follows Вот так Вот так Это в смысле Вот как здесь написано Вот Так Едем дальше Дальше По сути Цитата Или выдержка Из файла конфигурации Значит Из исходного файла Позволить Разрешить Значит Разрешить Короткие теги Иначе Только Вот такие теги Опознаются Значит Дальше Интересное слово Note Внимание У нас это говорится Использование Значит Использование Сокращенных тегов Использование Я Сокращенных тегов Следует избегать При разработке Приложений Или библиотек Когда вы Планируете Их Распространение Имеется в виду На другие Серверы Или Значит Установку На других PHP серверах Которые Не Которые Вы не контролируете Потому что Сокращенные теги Могут не поддерживаться На данных Серверах Значит Для Ну скажем так Мобильного И Удобно Распространяемого Кода Удостоверьтесь Что вы не используете Сокращенные теги Ну и дальше Включить Сокращенные теги Значит Allow Позволить Разрешить Allow Allow Это у меня A Разрешить Разрешить Далее Otherwise Иначе Иначе Recognize Tags are recognized Теги Распознаются Распознаются Или Узнаются Дословно Распознаются Дальше Note Вот это Note Если дословно То это Записка Заметка Отступление Или комментарий Но здесь Это Внимание То что у нас Большими буквами Всегда пишется Внимание Осторожно Там И так далее И тому подобное Значит Использование Should be avoided Следует Избегать Это Дружеский совет Которому Следовать надо Потому что Should Это Должно Избегать Вот так Вот это переводится Так Мне негде это написать Так Надо Надо Избегать Avoid Избегать When developing Applications При разработке Приложений Или Библиотек Значит Так Где это все Написать Developing Разработка Ну Разработка Я еще Помещу Здесь Разработка При разработке Или когда Разрабатываем Разработка Applications От этого происходит Слово Apps Знаменитое Application Это приложение Приложение Программка Любая Приложение Ж Не Далее Library Библиотеки Или базы Далее Значит Которые Вы планируете Значит Здесь Так Говорится При Разрабатывании Приложений Или Библиотек Которые Предполагается Распространять Распространять Или устанавливать На PHP серверах Которые Вами не контролируются Вот такая вот Длинная фраза Значит Вот это What are meant Предполагается Которые Предполагаются Или предназначены Вот так еще Можно сказать Предназначены Уйдем От конкретного Контекста Далее Очень умное слово Redistribution Redistribution Перераспределение Если дословно Значит Распространение Здесь я бы сказала Распространение Распространение Так оно будет лучше Явно не перераспределение Установка Deployment Это тоже распространение По большому счету Тоже можно сказать Что это распространение Установка Установка На Ну я знаю Как сказать Установка Установка В разных местах Вот так вот Немножко Тоже По Уличному Но зато Понятно В разных местах Значит А если Нормально сказать То это Распространение Установка Распространение 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 Вот пожалуйста Значит Для Мобильного И легко Устанавливаемого В разных местах Кода Вот так вот Убедитесь Бешуа Убедитесь Убедитесь Что вы не Используете Вот Едем дальше When Saved Script When You Have Completed Writing The Script It will Normally Be Saved In A File Under The Service Document Root The Place Where Your Standard Web Pages Are Served For Example Htdocs Or C For It Slash Web Dub 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 Or Var For It Slash Dub 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 For It Slash HTML In The Following Examples The Scripts Were Saved In A Folder Or Directory Under The Server Root Called Examples Look In The Configuration File For Your Server To Find The Directory Named As Your Servers Document Root For Palsy For Example The File Is Called HTTP Conf The Script Content Developers Often Prefer To Separate The Presentation Code Так Нет Наверное Я Это Сделаю В Следующей Части Потому Что Я Смотрю Что Время Я Перетянула Уже Хорошо Переводим Предыдущий Абзац Где Сохранить Сценарий Или Скрипт Когда Вы Закончили Писать Ваш Скрипт Обычно Он Сохраняется В файле В корневом Каталоге Сервера В том месте Где Обслуживаются Ваши Веб Страницы Например HDDocs Путь Такой Если Виртуальный Сервер У вас На Компьютере Значит В следующих Примерах Скрипты Сохраняются В папке Или В каталоге В Так Ну В корневом Каталоге Который Соответственно Находится В корневом Каталоге Под названием Examples Это папка Examples Загляните В Исходный Файл На вашем Сервере Чтобы найти Тот Каталог Который Назван Корневым На вашем Сервере Для сохранения Документов В сервере Apache Например Файл Называется Вот таким Образом Httpd.conf Итак Что у нас Здесь интересного Так Что мне здесь Понравилось Слово Complete Завершить Когда вы Завершили Завершили Значит Ну Save Save Сохранить Я думаю Мы все С детства Это знаем Поэтому Я не буду Это писать Значит Document Root Document Under the Servers Document Root 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 Корневой Корневой Каталог Каталог Далее Так Что у нас Здесь еще Интересного Ну я знаю Больше тут Ничего такого Нет В следующих Примерах In the following Examples В следующих Примерах Далее Folder Папка Кто не знает Folder Папка Directory Каталог 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 Который Соответственно В корневом Каталоге Далее Посмотрите Look In Если дословно Загляните 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 В исходный Файл На сервере Чтобы найти Каталог Который Называется Document Root Ну и в принципе Здесь больше Ничего такого Интересного Нет Так Что здесь Еще Такого Ну я знаю Наверное Все-таки Я прочту Последний Абзац Зря Я его Что-ли Копировала Developers Often Prefer To Separate The Presentation Code HTML XML From Business Logic Program Instructions And PHP Offers The Best Of Both Worlds A PHP Script Can Be An Independent File Consisting Of PHP Tags And Instructions Or It Can Be Embedded In An HTML Document The PHP Tags Are Often Inserted Between The Body Tags Of An HTML Document Although They Can Be Inserted Anywhere On The Page The Format You Output HTML Tags Can Be Embedded In PHP Statements As Well But Cannot Stand Alone In A PHP Script You Can Have Multiple PHP Scripts Within Then The HTML Page Figure 2.2 Demonstrates How PHP Blocks Of Instructions Are Inserted In Web Page Вот Такой Кусочек Интересный Так Что Мы Здесь Имеем Содержимое PHP Скрипта Content Содержимое Мы так Привыкли К слову Content Что Мы Иногда Не Задумываемся Что Это Вообще Такое Content Это Всего Навсего Содержимое Материал Тоже Можно Так Сказать Материал Разработчики Часто Предпочитают Разделять Код HTML От Программных Инструкций И PHP Предлагает Самое Лучшее Для Обоих Вариантов Для Обоих Миров Если Дословно То И для PHP И для Сценария Значит Сценарий PHP Может быть Независимым Файлом Который Находится В PHP Тегах И Инструкцией Или Может быть Встроен В HTML Документ Теги PHP Часто Вставляются В Тегах Body В HTML Документе Хотя Они могут Вставляться На странице Где угодно Чтобы Отформатировать Обработанный PHP Код HTML Теги Могут Встраиваться Также И В PHP Инструкции Встраиваться Среди PHP Инструкций Ну хотя В PHP Инструкции Почему бы и Нет Но Не могут Стоять Отдельно В PHP Сценарии Вы Можете Иметь Разные PHP Сценарии Различные Или Несколько PHP Сценариев В пределах Одной HTML Страницы Иллюстрация 2.2 Показывает Как Блоки PHP Встраиваются В веб Страницу Но Иллюстрацию Я не Копировала Итак Слово Developer Мы все Его знаем А Developer Это Разработчик Developer Напишем Разработчик Разработчик Далее Что там еще Separate Разделять Presentation Code Собственно Это код HTML Страницы And Business Logic Program Instructions Тут без комментариев Все так прекрасно Объяснили Что я лучше не переведу Программные инструкции Или сами Скрипты Или сценарии Значит Далее Offer Предлагает Самое Лучшее Так Что здесь Еще Интересного Значит Сценарий PHP Может быть Независимым Файлом То есть Отдельным Файлом Independent Файл Так Куда мне его Напишу Здесь Independent File Отдельный Файл Можно сказать Separate Файл Тоже было бы Правильно Но Independent Как-то Красивее Отдельный Файл О Файл Таким образом Значит Состоящий Из PHP Тегов И инструкций Consist Of Состоять Из Consist Of Состоять Из Состоять Из Едем Дальше Далее Так Что у нас Здесь Еще Снова Встроен В документ Так Insert Вставить Insert Вставить Далее В Body Теги Так Although Хотя В данном Случа Это Хотя Может быть Вставлен Где угодно На странице Где угодно На странице Где Отдельно Дословный Перевод Отдельно Или Одиноко Но Отдельно Лучше Multiple PHP Scripts Несколько PHP Сценариев Если дословно Или Разные Разнообразные PHP Скрипты Within В пределах Одной Страницы Within В пределах Чего-то В пределах Одной Страницы Или в рамках Одной Страницы Ну Тоже Почему бы и нет Вот собственно Говоря Это Все У этой Статьи Опять же Есть еще Продолжение Я обязательно Его Сделаю Ибо Ну Люди Писали Что Есть потребность Ради бога Если есть потребность Значит будем делать Спасибо за внимание Подписывайтесь На мой канал Продолжение следует